В день Рождества христиане вспоминают события, случившиеся в Вифлееме более двух тысяч лет назад. Согласно евангельскому повествованию, в этот день родился спаситель рода человеческого Иисус Христос, Сын Божий. Рождество Христово является одним из 12 великих праздников православной церкви. Мы вспоминаем, что Господь, Создатель мира, безграничный, непостижимый, которого не могли даже представить люди Ветхого Завета, теперь стал младенцем, стал человеком, родился от Преснодевы Марии. И не просто принял человеческий облик, он по-настоящему, можно даже так сказать по-честному, стал человеком. И это, конечно, удивительно. Я думаю, что можно сказать так, что всю жизнь христианин может осмыслять этот праздник и глубже постигать его значение. Как гласит Священное Писание, спаситель родился в иудейском городе Вифлееме. Мать Христа, Дева Мария, прибыла в город вместе с Иосифом Обручником для участия в переписи населения. Однако для них не нашлось свободных мест в гостинице. Путники были вынуждены остановиться в пещере, куда пастухи сгоняли скот на ночлег. Там божественный младенец и появился на свет. Посмотреть на бога младенца пришли пастухи, а затем и мудрецы-волхвы, которых к Вифлеемской пещере привела звезда. Узнав о рождении Мессии и желая его уничтожить из опасений за свою власть, царь Иудея Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Однако Христос был спасен от смерти, поскольку Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник укрылись в Египте. Праздник Светлого Христового Рождества православные христиане, как правило, встречают в храме, а затем собираются в кругу родных и близких, сохраняя праздничные семейные традиции. Дома, да, семейная традиция. И даже если мы находимся в разных городах, стараемся в этот момент на эти праздники приехать. Вот у меня дочь приезжает, хотя она в Москве, или кто-то из родных. В общем, стараемся поддерживать вот так вот вместе, чтобы сесть после службы за столом, поговорить, вспомнить, как прошел год, как почувствовать, что может нам дать этот год новый. Для меня Рождество — это прежде всего радость о родившемся Господе для каждого православного христианина. Это один из важнейших праздников его жизни, второй по значимости, да, после Пасхи. Вспоминаем о свете, который высиял в этом мире, который дал нам надежду на спасение. В ночь с 6 на 7 января митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил рождественскую заутренню и божественную литургию в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска в заслужении духовенства собора. За богослужением была совершена хиротония воспитанника 5-го курса заочного отделения Саранской духовной семинарии и подиакона Алексея Поплевка Водиакона. На праздничной литургии было оглашено рождественское послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла, архипасторем, пасторем, монашествующим и всем верным чадом Русской Православной Церкви. Всем верным чадом Русской Православной Церкви, подрубленные о Господе, архипасторе, все честные пресвитые и дьяконы, боголюбивые инокини и инокини, дорогие братья и сестры, ныне, когда Церковь Небесная и Земная в соборном единстве представляет Богу, воплотившемуся, сердечно поздравляю всех вас с великим и святозарным праздником Рождества Христова. В своей проповеди Владыка подчеркнул, что Рождество Христово – это особый праздник для христиан. Рождество – это, конечно, один из самых добрых, глубоких, семейных праздников, которые есть у нас в Церкви и вот в Христианах. Но кроме этого, Рождество – это одно из центральных событий человеческой истории, одно из двух центральных событий. Первое – Рождество, а второе – воскресение Христова. Собственно говоря, эти события предъявили и все развитие человеческой истории и развитие того мира, в котором мы с вами сегодня живем. Владыка сердечно поздравил всех с праздником и пожелал помощи Божией, благословения родившегося Бога-младенца. По окончании богослужения добровольцы из числа педагогов воскресной школы и православной молодежи помогли организовать трапезу для прихожан. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.